Вильнюсе В первую очередь, я очень рада, что Литва справилась с председательствованием в такой международной организации, объединяющей 56 государств в течение года, так как это непросто и нелегко получить такую возможность с председательствованием. Это был отличный шанс для Литвы понять, что мы можем прекрасно организовать такие крупные мероприятия, чтобы решать проблемы в регионе. Очень ценю ваш шаг во время председательствования в ОПСЕ обратить внимание на важность прав человека. Не как на безусловный императив, но как на отделимый компонент в целях обеспечения национальной стабильности и безопасности. Это очень важно, особенно сейчас, когда жители Ближнего Востока и других стран показали, что свободы и достоинства можно достичь. Важно не забывать о главном предназначении ОПСЕ как коллективного инструмента обеспечения безопасности и сотрудничества. Когда все страны-участницы концентрируют усилия на выработке объединительной повестки дня, на формировании консенсуса через взаимный счет интересов, тогда удается принимать практически значимые и реализуемые решения. Все проходит хорошо. Насколько результативно будет, увидим завтра утром. Многие выступающие поддержали председательство Литвы, поддержали приоритеты, так называемого третьего измерения. Это права человека и другие вопросы, связанные с демократией. Продолжение следует, в первую очередь, в третьем демензии, нужно думать о праве человека, и другие вопросы с демократией связаны с демократией. Правительство подтвердило откорректированный во вторник бюджет страны на будущий год, в котором предложено на 4% уменьшить расходы государства и только частично восстановить урезанные в два года назад пенсии. Однако заседавшая сегодня утром парламентская фракция консерваторов не поддержала это решение правительства. Председатель Алексейма Ирена Дегутеня предложила, чтобы полностью вернуть пенсии на докризисный уровень, ввести так называемый налог на роскошь, который состоял бы частично из налога на недвижимое имущество и налога на различные дорогие вещи, такие как яхты, роскошные автомобили и драгоценности. При поддержке президента парламент страны принял закон, предусматривающий то, что политические партии не могут существовать за счет пожертвований избирателей и бизнеса. Новый закон будет действовать уже во время выборов в Сейм, в следующем году. Ограничение финансирования партий потребует дополнительных миллионных средств из государственного бюджета. Однако на данный момент партиям выделено 5,5 миллионов литов. Предполагается, что потребуется еще 10 миллионов. Данные опроса жителей Литвы показали, что большая часть людей не копит и не занимает денег на Рождество. Каждый второй житель страны для встречи этого праздника никогда не копит, а 39% это делает редко. В этом году жители Литвы планируют потратить в течение рождественских праздников в среднем 452 лита. Сегодня в Семенс-арене вильнюске «Литовос Ридас» будет играть с баскетбольным клубом из Лямана «Сарте Баскет» в группе F турнира Евролиги. С гостями из Франции литовская команда уже встречалась в серии игр Евролиги и выигралась со счетом 79-62. В объявленном Международной Федерации Регби рейтинге команд Литовской национальной сборной сохранила за собой 40 место. У команды из Литвы 50,01 баллов. В мировом рейтинге лучших команд первую позицию занимает чемпион сборная Новой Зеландии. Второе место принадлежит австралийской сборной, а третье – вице-чемпионом мира французам. Субтитры создавал DimaTorzok